Всем привет! Сегодня 24 марта и ко мне пришла посылка с фирмы Русский Огород. Заказывала я саженцы зимклуники, купчиха в количестве 10 штук. Заказ сделала я 25 февраля. Доставка мне обошлась в Боксбери, я заплатила 151 рубль, а стоимость этой посылки 531 рубль 30 копеек. То есть один саженец стоит чуть больше 53 рублей. Почему так дешево? Потому что, как поняла я, там были скидки к праздникам 23 февраля, 8 марта. Но сейчас я только что заходила к ним на сайт Русского Огорода, хотела посмотреть, сколько сейчас стоит купчиха один кустик. И там она вообще сейчас отсутствует, то есть нет ее в наличии. Так, с этого сайта я заказывала впервые вообще саженцы земляники, ну и клубники я заказываю в первый раз, поэтому сейчас вместе с вами и посмотрим, что здесь. Так, значит, это вообще земляника. Она скрещена, ну это гибрид, полученный при скрещивании земляники крупноплодной и европейской клубники. По срокам созревания она среднеспелая, то есть начинает созревать с июля месяца. По вкусу она занимает 5 баллов, присвоили ей. Ягода средняя, внешне она очень интересная, конечно, темно-красная, малосочная, вот поэтому я и сделала заказ, я хочу такую себе землянику-клубнику, в общем. И климатическая зона у нее четверка, то есть она морозостойкая, выдерживает до минус 30 градусов. Так, здесь сверху бумага, дальше это, ну что я заказала. Так, и вот сами саженцы. Я надеюсь, что очень все хорошо видно. Я камеру поближе поставила. Сейчас я еще поближе сделаю. Вот, чтобы хорошо видно было. Так, сама посылка весит от ящик, весит чуть больше 2 килограмм. Значит, упакована она сверху, это клеенка, замотанная скотчем, чтобы земля не просыпалась. Сейчас мы вскроем, конечно же. Сверху мох, чтобы влага не испарялась. Значит, посажена в пластиковый контейнер. Земля очень влажная. Листики все, ну некоторые сломаны, конечно, вот, видите. Это понятно, пересылки, все это. Сейчас я сниму этот мох, посмотреть, как сердечко выглядит. И вам как раз покажу. Вот. Вы знаете, я что хочу сказать. Очень неплохо все здесь упаковано. Земля, торф. Все такое живое, все такое красивое. Ну, конечно, чуть примятая. Лист чистый. Вообще, посылку я ожидала, конечно, к середине апреля. Но вот ее доставили, видите, как пораньше. Так, дальше. Ну, некоторые, конечно, побеги, они будут сломаны. Дальше вскрываю. Упаковано, я хочу сказать, знаете, неплохо. Очень неплохо. Я думала, вообще будет хуже. Вообще, у русского огорода, знаете, отзывы не особо-то хорошие. Я вот почитала, но сделала я заказ, потому что единственный, кто предлагал, ну, недорого, да. И были в наличии саженцы, вот именно купчихи. Это у русского огорода. Вот, все влажно. Вообще, замечательно. Все здесь живое. Очень даже неплохо. Лист весь чистый. Листики молоденькие и все-все чистые, без вот всяких болячек. Вот прям новенькие листики, видно, лезут. Прям неплохо. Все это в земле. Я ожидала, что это будет, знаете, открытая корневая система. Замотана просто, знаю, вот в пакеты, как есть, мотают, я видела. И все. И там приходит все полуживое. Отвратительного качества. Я к худшему готовилась. Потому что вот почитала отзывы о русском огороде. Я, конечно, немножко ужаснулась. Но все равно я сделала свой заказ. Надеюсь, что мне повезет. Но вот при упаковке, вот сейчас я смотрю, при упаковке, мне все вообще нравится. Если не будет пересортиться, то есть сорт будет совпадать, это вообще будет замечательно. Ну, конечно, я это пойму минимум в июле или в августе, когда будет уже ягода. Вот, видите? Все прям, все-все-все в очень хорошем состоянии. Мне нравится. Мне очень нравится. И лишь бы это был гибрид земклуники Купчиха. Я надеюсь. Вообще, Купчиха, я посмотрела, что он довольно-таки дорогая рассада. Минимум 150, а то и 250 рублей. Это в Москве я смотрела расценки. Здесь, вот, конечно, я польстилась на вот эту акцию, которую они выбросили. Буквально, это вот здесь вот листики почему-то чуть-чуть черненькие края, коричневые. Вот этот саженец прям не особо так меня радует, но живой. Все живое. Дальше, вот. Тоже здесь все. Все живое здесь. Так, один саженец мне не понравился. Так, дальше. Дальше, вот тоже края листьев на отмирании. Но здесь все, листики все лезут. Все чистенько. Это, конечно, я вот это все буду обрезать. Поломанные я тоже буду обрезать. Это понятное дело. Ну, здесь совсем малышка рассада. Ну, сердечко есть. Маленький. Так, а на ней вообще написано, значит, ну да, что это купчиха. Вот здесь маркировку они ставят. Вот такую. Может быть, знаете, что хорошо ко мне дошли саженцы, что они шли недолго. Получается, накануне мне пришла смс-ка, что интернет-магазин выслал мне рассаду. И на следующий день я ее уже, посылку эту получила. Вот так. Может быть, поэтому они еще в более или менее хорошем состоянии. Так, вот он, пусть не очень так хороший, мне нравится. Лист здесь весь почернел. Я думаю, что он почернел, знаете, выглядит как будто с апрел. Вот от духоты, от нехватки. Ну, здесь саженец так себе на троечку. Вот два саженца, которые мне не особо понравились. И здесь. Ну, здесь все нормально. Вот. Отлично. Ну, что я вам хочу сказать. Не все так плохо. Я ожидала худшее. Еще заказала я пиццартов, но уже у частного коллекционера. Эта посылка с крупноплодной земляникой должна мне прийти в середине апреля. Я ее ожидаю. Посмотрим. Ну, а здесь, конечно, я ее, эту земклунику, так не оставлю. И чтобы не занимать ваше время, потому что видео это просто о распаковке саженцев от русского огорода, земклуники. Я сейчас сразу же буду снимать видео, что я буду дальше делать с этой рассадой. А я желаю вам всего самого хорошего, кто заказывает посылки садовые, огородные. Пускай вам приходит всегда хорошая рассада. Всем пока!